Отличительная черта практически всех долгожителей – неизменный оптимизм, щедро приправленный жизнелюбием и доброжелательностью. И, конечно, письмо от национального лидера президента России только добавило юбилярше положительных эмоций. Приятно сейчас такое состояние, потому что действительно это инициатива президента, в первую очередь, поддержанная губернаторами, нашими главами, безусловно, Министерством социального развития. И поэтому у депутата, конечно, мы не остались в стороне. Нам очень приятно поздравить людей. Наталья Крючковой стукнула 90. В годы войны она работала в госпитале и, вполне естественно, затем посвятила всю свою жизнь медицине. Заслуженный человек, который уважаемый, который прошел большой жизненный путь. У нас каждый месяц отмечают, самая маленькая дата – это 90 лет. Вот только в городе Одинцово 20-25 человек. Участников войны, тружеников тыла – 20-25 человек. Вот в этом месяце вы один из тех людей, которые встречаете свой юбилей. От имени губернатора юбиляршу поздравила начальник Одинцовского управления социальной защиты населения Наталья Малашкина. Сразу видно, вот мы поздравляем, видим, люди оптимисты, глаза горят. Дай Бог вам здоровья, спасибо за все, за все, что вы сделали. Это вам цветы, как женщины, да, чтобы вам было приятно. Это вам теплый подарок – укрываться нашего губернатора. Остается только удивляться закалки и стойкости людей военного поколения. Их жизнь была в разы сложнее нынешней. На их долю выпали испытания, в которые сегодня с трудом верится, потому что события те уже почти превратились в былины. Но и в свои 90-е они сохранили способность радоваться малому и смеяться намного чаще нас. Конечно, большой опыт и самое главное – такие вот прекрасные наставления. И для нас, для поколения уже немножко другого времени, я думаю, это прекрасный пример. Поэтому я хочу пожелать им только здоровья. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.